Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Из Творения Святителя Анна Златоуста. Если Бог будет благоволить нам, то хотя бы мы были на чужой стороне, хотя бы лишены были всего и никому не были известны, будем славнее всех. Нет блажения человека с помощью Своего Вышнюю Рукою. Блаженный Иаков, пользуясь ее содействием, мало-помалу возвеличился до такой славы, что те самые, которые принимали его к себе, как странника, стали ему завидовать. Позаботимся же и мы о том, чтобы удостоиться помощи свыше и не будем прибегать к человеческому могуществу, искать защиты у него. Ничто так мало ненадежно, как эта защита. Что довольно показывает нам опыты дел человеческих. Каждый день мы видим быстрые перемены, видим, как все превращается. И тот, кто недавно был наверху благоденствия, внезапно не спадает в крайние бедствия и часто терпит участь осужденных. Каким же безумием было бы искать покровительство людей, которые сами находятся в такой неизвестности о своей судьбе и не могут располагать с уверенностью даже своими собственными делами. Поэтому устраним себя от всякого человеческого покровительства, вспомнив и слова пророка Иеремии. Проклят человек, который надеется на человека, видя, что не только безрассуден такой человек, но проклят за то, что оставив Господа всяческих, обратился к подобному себе рабу, который и сам для себя недовольно силен. Будем избегать этого проклятия, умоляю вас, и всю надежду возложим на Бога. Это надежда твердая, непоколебимая, не подвергающаяся изменению, как надежда на людей. Здесь или смерть пресекает покровительство, и прибегающих к нему оставляет нагими и лишенными всего, или и прежде смерти, происшедшая в обстоятельствах перемена, делает все безуспешным и стоит с другой стороны. Такими примерами наполнена вся настоящая жизнь. Поэтому и недостойны прощения люди, которые после стольких опытов все еще полагаются на человеческое покровительство. А часто и от своих мнимых покровителей терпят тысячи скорбей. До такой степени возросла злоба, что часто и за услуги платят не тем, чем следуют. Следую. И в честь ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Боже, милости, люди, ты не грешен. Создал меня, Господи, помилуй вещества, Господи, собрешен, помилуй в росте. И в воскресенье, Господи. Спасибо. 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 Спасибо.